Здравствуйте, дорогие ребята! Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Ребята, отгадаем загадку. Пришла к нам седая хозяйка. Кто она? Скорей угадай-ка. Тряхнула свои перинки, полетели на землю пушинки. Молодцы! Это зима. Посмотрите, какая красивая картина. Выпал снег, пушистый, мягкий. Ребята, почему мы заговорили о зиме? Потому что сегодня на уроке мы прочитаем стихотворение великого русского поэта, писателя, прозаика Александра Сергеевича Пушкина. Зима. Крестьянин торжествуя. Это отрывок из его знаменитого романа Евгений Онегин. Откройте, пожалуйста, учебники на странице 84. Зима. Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Ребята, здесь есть некоторые слова, значение которых может быть вам неизвестно. Дровни – это сани, на которых возили дрова. Бразды – это борозды, то есть следы, которые сани или повозка оставляют после проезда по заснеженной дороге. Кибитка – это крытая повозка. Ямщик – человек, занимающийся перевозкой людей и грузов на лошадях. Облучок – это сидение для кучера впереди повозки. Тулуп – шуба, скроенная как халат, обнимающая все тело, как правило, была подпоясана кушаком. Кушак – пояс из широкой тесьмы. Красный кушак был признаком щегольства. Ребята, при чтении этого стихотворения перед нами всплывают как бы три картины. Какие? Крестьянин торжествует, кибитка у Далая летит и, конечно же, мальчик, который радуется и смеется. Давайте выясним, чему радуется крестьянин. Вы можете сказать, пришла зима, наконец-то можно отдохнуть от работы, выпал долгожданный снег, кончились грязь и бездорожье, будет хороший урожай. Правильно. Кибитка летит, потому что очень приятно ехать по белой заснеженной дороге. Мальчик радуется, смеется, веселится, потому что все дети любят снег и с нетерпением его ждут. И допоздна играют во дворе, не чувствуя ни холода, ни голода. Ребята, посмотрим на следующую картину. Здесь тоже изображена зима. Скажите, а какое время суток изображено на этой картине? Правильно, вечер. Составьте из этих двух слов зима и вечер словосочетание. Что получилось? Зимний вечер. Ребята, следующее стихотворение, которое мы прочитаем, называется «Зимний вечер». Его также написал Александр Сергеевич Пушкин. Это стихотворение является одним из самых грустных в творчестве Пушкина, потому что он написал его в ссылке в очень тяжелое для поэта время. Пушкин, ребята, был очень смелым поэтом. Некоторые его стихи были направлены против царской власти и законов. Конечно, царю это не понравилось, и он решил наказать поэта. Царь запретил ему жить в столице и на два года сослал Пушкина в далекое и глухое село Михайловское. Единственным близким человеком, кто находился рядом с Пушкиным в это тяжелое для поэта время, была его любимая няня Арина Родионовна. С ней Пушкин вел задушевные беседы. В долгие зимние вечера читал только что написанные стихи, слушал ее рассказы, сказки, песни. Ей он посвящал свои стихи. К ней, своей доброй подружке, и обращается Пушкин в стихотворении «Зимний вечер». А теперь, ребята, откроем учебник на странице 85. Зимний вечер. Ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Ребята, вот здесь есть слова, значения которых разберем. Буря – ненастье с сильным разрушительным ветром. Обветшалая кровля – это старая гнилая крыша. Лачушка – бедная хижина, небольшой дом. Веретено – это ручное предельное орудие в виде длинной тонкой палочки с заостренными концами и утолщением посередине. Скажите, пожалуйста, ребята, на какие две смысловые части можно разделить это стихотворение? Совершенно верно, на две части. В первой части описывается погода, а во второй части ведется беседа с няней. В рубрике даны вопросы. Ответим на первый вопрос. С помощью каких слов Пушкин передает характер бури? Этот отрывок можно найти в стихотворении. Метафоры. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то, как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Ответим на следующий вопрос. Кому обращается автор в этом стихотворении? Как мы сказали, ребята, он обращается к своей любимой няне Арине Родионовне. Вот эти обращения тоже можно найти в стихотворении. Он обращается к ней ласково. Моя старушка, мой друг, добрая подружка. Ребята, вы можете выучить понравившееся вам стихотворение и нарисовать к ним иллюстрацию. А мы переходим к изучению грамматического материала. Тема сегодняшнего урока – именительный и винительный падежи имен существительных во множественном числе. Выполним упражнение номер 180. Письменно просклоняйте во множественном числе существительные. Березы, листья, облака. Выделите окончание. Березы – именительный падеж. Родительный. Нет берез. Датины. Чему? Березам. Винительный. Вижу, что березы. Доволен. Чем? Березами. Думаю, о чем? О березах. Листья. Нет чего? Листьев. Чему? Листьям. Вижу, что листья. Доволен. Чем? Листьями. И думаю, о чем? О листьях. И следующее слово. Облака. Облаков. Облакам. Облака. Облаками. Об облаках. Ребята, проследите, пожалуйста, за окончаниями. В именительном падеже – «ы», «я», «а». Родительный падеж – нулевое окончание – «ев», «ов». Дательный падеж – «ам», «ям». Винительный – «ы», «я», «а». Творительный падеж – «ами», «ями». И предложный падеж – «ах», «ях». Если вы обратили внимание, ребята, то в именительном и винительном падежах существительные множественного числа имеют одинаковые окончания. Перед нами встает вопрос. Как отличить существительные в именительном падеже от существительного в винительном падеже во множественном числе? Для того, чтобы разобраться в этом, выполним следующее задание. Прочитаем предложение. Пушистые снежинки медленно падали на крыши домов. И второе предложение. Ветер кружил в воздухе легкие снежинки. Как вы заметили, имена существительные и в первом, и во втором предложении стоят во множественном числе и имеют одинаковое окончание. Определим падеж этих существительных. Прочитаем первое предложение. Пушистые снежинки медленно падали на крыши домов. Что? Снежинки. Снежинки что делали? Падали. Если существительные в предложении являются главным членом предложения, а именно подлежащим, то это существительное стоит в именительном падеже. Во втором предложении ветер кружил в воздухе легкие снежинки. Кружил что снежинки? Снежинки являются второстепенным членом предложения. Значит, стоит в винительном падеже. Ребята, какой вывод мы можем сделать? Если существительное отвечает на вопрос «что?», и в предложении является главным членом, оно стоит в именительном падеже. А если существительное отвечает на вопрос «что?», но в предложении является второстепенным членом предложения, оно стоит в форме винительного падежа. Выполним следующее упражнение. Определите падеж выделенного существительного. С неба падают пушистые снежинки. Что снежинки? Что делают? Падают. Снежинки являются в этом предложении главным членом предложения. Значит, в каком падеже стоит? В именительном. Девочка ловила пушистые снежинки. Ловила что? Снежинки. Второстепенный член предложения. Следовательно, существительное стоит в винительном падеже. Из окна я вижу сугробы снега. Я что делаю? Вижу. Вижу что? Сугробы. Сугробы являются второстепенным членом предложения. Значит, стоит в винительном падеже. Горят сугробы серебром. Сугробы что делают? Горят. Подлежащие. Значит, существительное стоит в именительном падеже. Следующее предложение. Ребята играли на улице в снежки. Играли во что? В снежки. Существительное второстепенным членом является. Значит, стоит в винительном падеже. Снежки летят точно в цель. Что снежки? Что делают? Летят. Подлежащим являются. Значит, стоит в именительном падеже. Мои варежки упали в снег. Что варежки? Что сделали? Упали. Существительное является подлежащим, значит, стоит в именительном падеже. Бабушка связала мне варежки. Связала что? Варежки. Существительное стоит в винительном падеже. И не украсил деревья кружевами. Украсил что? Деревья. Существительное стоит в винительном падеже. И последнее предложение. Спят в зимнем лесу деревья. Что деревья? Что делают? Спят. Деревья являются подлежащим, а значит, это существительное стоит в именительном падеже. Молодцы, ребята. А сейчас выполним упражнение номер 183. Выпишите существительные в форме множественного числа в именительном и в винительном падежах. Выделите окончание. Прочитаем первое предложение. На тёмном небе появились мерцающие звёзды. Что звёзды? Существительное стоит во множественном числе. Отвечать на вопрос что? Звёзды что сделали? Появились. В этом предложении слово звёзды является подлежащим, значит, стоит в именительном падеже. Выделим окончание. В полях поднимались колосья пшеницы. Что колосья? Существительное во множественном числе. Колосья что делали? Поднимались. Является подлежащим, значит, это существительное стоит в именительном падеже. Выделим окончание. Реки покрылись тонким слоем льда. Что реки? Что сделали? Покрылись. Почталён разносит письма, газеты, журналы. Разносит что? Письма, газеты, журналы. Существительные стоят во множественном числе и являются в предложении второстепенными членами. Значит, эти существительные стоят в именительном падеже. Выделим окончание. Журналы. Ласточки бьют гнёзда под самой крышей. Кто ласточки, существительный стоит во множественном числе, в предложении является подлежащим. Значит, стоит это существительное в именительном падеже. Вьют что? Гнёзда. Винительный падеж, так как это слово, это существительное является в предложении второстепенным членом. Винительный падеж, окончание а. Радуга разукрасила леса, горы, луга, поля, степи разноцветными огоньками. Разукрасила что? Леса, горы, поля, степи. Все эти существительные являются второстепенными членами предложения. Значит, стоят в винительном падеже и имеют следующее окончание. А, Ы, Я. Молодцы, ребятки. Подведём итог. В учебнике есть правило. Поддерж имён существительных во множественном числе определяется так же, как и у существительных в единственном числе, то есть по вопросу, по предлогу и по роли в предложении. Существительные в винительном падеже в предложении всегда бывают второстепенными членами, а существительный в именительном падеже в предложении является подлежащими. Молодцы, ребятки. На этом наш урок окончен. Но прежде чем с вами попрощаться, хочу напомнить вам о болезни, которая охватила весь мир. Чтобы избежать этой болезни, коронавируса, используйте маску. Меняйте ее каждые 2 часа. Держите дистанцию минимум 1,5 метра. Исключите рукопожатие, объятия и поцелуи. Обрабатывайте руки антисептиком. Избегайте касаний предметов, поверхностей и лица. Берегите себя, дорогие. Будьте здоровы. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок математики. Тема сегодняшнего урока – сравнение дробей. Так же, как и числа, обычные натуральные числа, можно сравнивать и дробные числа. Как это сделать, я вам покажу. Салим, Айла и Лала отправились вместе с мамой в пиццерию для того, чтобы покушать пиццу. Пицца была поделена на 8 равных частей. Теперь давайте посмотрим, кто из них сколько кусочков этой пиццы съел. Айла съела 2 кусочка. Лала съела 3 кусочка. А Салим съел 5 кусочков. Мальчик, наверное, кушает больше или был очень голодный. Теперь, ребята, как же обозначить количество съеденных кусочков Айлы? Если Айла съела 2 кусочка от 8, то получается, что Айла съела 2 восьмых пиццы. Лала съела 3 кусочка. То есть Лала съела 3 восьмых от своей пиццы. А Салим съел 5 кусочков. Общее количество кусочков было равно 8. Поэтому мы можем сказать, что Салим съел 5 восьмых. А теперь давайте сравним, кто же из них съел больше. Конечно же, сейчас вы смотрите на рисунок. И по рисунку легко догадаться, кто же съел больше. А если завтра, представьте, рисунка не будет, а вам предложат сравнить эти дроби, то как же нужно поступить? Поступить нужно следующим образом. Например, нам нужно сравнить дробь 2 восьмых с дробью 3 восьмых. Какая из этих дробей будет больше? Обратите внимание, если у дробей одинаковый знаменатель, то дробь, у которой больше числитель, она будет большим. То есть среди этих дробей 2 восьмых и 3 восьмых, 3 восьмых больше. А если 3 восьмых больше, то 2 восьмых будет меньше. Мы записываем знак меньше. Хочу обратить ваше внимание на то, как записывается правильно знак сравнения. Знак сравнения записывается не рядом с числителями, не рядом со знаменателями, а он записывается ровно посередине, между дробными чертами. Сравним, ребята, следующее. Сравним дробь 5 восьмых и дробь 2 восьмых. Давайте обратим внимание, мы уже помним, что у наших дробей одинаковые знаменатели. В случае, если у дробей одинаковые знаменатели, то мы сравниваем числитель. Какой числитель здесь больше, 5 или 2? Конечно же 5. Поэтому мы можем сказать, что дробь 5 восьмых будет больше, чем дробь 2 восьмые. Мы обозначаем знак больше. Теперь сравним дробь 5 восьмых с дробью 3 восьмых. Обращаем внимание, знаменатели у нас равны. В этом случае мы должны обратить внимание на числитель. У какой дроби числитель больше? Та дробь и больше. Больше числитель у дроби 5 восьмых, потому что 5 больше, чем 3. Какой вывод мы можем сделать, что 5 восьмых будет больше, чем 3 восьмых, а 3 восьмых меньше, чем 5 восьмых. Поэтому мы записываем знак больше. Итак, у нас получилось 2 восьмых меньше, чем 3 восьмых, 5 восьмых больше, чем 2 восьмых и 5 восьмых больше, чем 3 восьмых. А теперь какой мы делаем вывод? Внимательно читайте то, что записано на экране. Из дробей с одинаковым знаменателем больше та дробь, у которой числитель больше. Еще раз, ребята. Из двух дробей с одинаковыми знаменателями та дробь больше, у которой больше числитель. Надеюсь, вы поняли. А теперь мы переходим к выполнению заданий в вашем учебнике. На страничке 68 есть задание номер 1. Запишите дроби, соответствующие закрашенным частям, и сравните их. В пункте 1 перед нами два целых прямоугольника, которые поделены. Давайте посчитаем, на сколько частей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в другом прямоугольнике их тоже 6. То есть у нас 6 равных частей. Сколько закрашено на первом рисунке? Две части. Значит, какая дробь соответствует закрашенным частям этого прямоугольника? 2, 6. Рассмотрим следующий прямоугольник. Здесь закрашена только одна часть. Какая дробь соответствует закрашенным частям второго прямоугольника? 1, 6. А теперь давайте сравним. У наших дробей одинаковый знаменатель. О чем это говорит? Правильно. Мы должны обратить внимание на числитель. У первой дроби он равен 2, а у второй он равен единичке. Что больше? 2 или 1? 2. Значит, мы можем сказать, что дробь 2 шестых больше, чем дробь 1 шестая. Записываем знак больше. Еще раз напоминаю, знак пишется не сверху рядом с числителем, не снизу рядом со знаменателями, а посерединке между одной дробной чертой и второй дробной чертой. Переходим ко второму пункту. Во втором пункте вы видите тоже два прямоугольника, которые поделены на одинаковые части. В каждом прямоугольнике их 12 частей. И закрашенная часть составляет у первого прямоугольника 1, 12. А теперь обращаем внимание, сколько у нас закрашено во втором прямоугольнике? Закрашено 5 частей. Поэтому эта закрашенная часть соответствует дроби 5,12. Теперь нам необходимо сравнить, какая из этих дробей будет больше, а какая будет меньше. Обращаю ваше внимание, что в этих дробях одинаковый знаменатель. Таким образом, мы должны посмотреть на числитель. Вы помните правило, которым мы с вами познакомились. Если дроби с одинаковыми знаменателями, то нужно посмотреть на числитель. Чей числитель больше? Та дробь будет больше. Здесь у нас единичка, а здесь пятерка. Это говорит о том, что дробь 1,12 будет меньше, чем дробь 5,12. Записываем знак меньше. Переходим к третьему пункту этого задания. Перед нами две фигуры с раскрашенными частями. Давайте посмотрим, ребята, сколько всего здесь фигур? 1, 2, 3, 4, 5. И точно такие же части мы видим и у второй фигуры. Их тоже 5. А сколько частей раскрашено на первой фигуре? 1 часть. Значит, какую дробь она составляет? Она составляет 1,5. А на второй фигурке у нас раскрашены 3 части. Каких? Пятых. Значит, какую дробь они составляют? 3,5. Теперь мы должны сравнить дробь 1,5 и дробь 3,5. Для этого еще раз обратите внимание, что знаменатели этих двух дробей одинаковые. Поэтому мы смотрим на числитель. У первой дроби это единичка, а у второй дроби это троечка. Что больше? Естественно, 3 больше. Поэтому дробь 1,5 будет меньше, чем 3,5. И мы ставим знак меньше. Переходим к четвертому пункту этого задания. Перед нами круги. Теперь давайте посмотрим, на сколько частей, равных частей, эти круги поделены. Мы, если проверим, то получим общее количество частей 8. То же самое 8 частей и у второго круга. А как, ребята, нам записать вот эту часть, то есть закрашенную часть? Она у нас одна из 8. То есть составляет дробь 1,8. А на втором кружочке у нас раскрашены 3 части. Три каких? Восьмых. То есть мы можем записать дробь 3,8. Теперь нам необходимо сравнить и выбрать знак. Если мы сравниваем дроби, то в первую очередь должны обратить внимание на знаменатель. Знаменатель у нас одинаковый. Поэтому смотрим на числитель. У первой дроби он равен единичке, а у второй дроби он равен троечке. Значит, мы можем сказать, что дробь 1,8 будет меньше, чем 3,8. Записываем знак меньше. Перейдем ко второму заданию на страничке 68. Представьте сравнение дробей при помощи моделей. У нас есть дроби 3,4 и дробь 1,4. Нам нужно с вами изобразить сравнение на модели. Для этого мы можем начертить с вами два прямоугольника. А теперь на сколько частей мы будем делить? Количество частей нам подсказывает знаменатель. Обращаем внимание на знаменатель. Он равен 4. То есть каждый из этих прямоугольников мы разделим с вами на 4 части. А теперь смотрим на дробь. Числитель первой дроби равен 3. Это означает, что у первого прямоугольника мы сейчас с вами раскрасим три части. Раскрасили. Вторая дробь показывает 1,4. То есть у второго прямоугольника мы должны раскрасить один прямоугольничек, то есть одну часть. А теперь на этой модели очень хорошо видно, какая из этих дробей будет больше. Конечно же, по рисунку очень легко определить, ребята, но рисунок не всегда будет рядом с вами и не всегда будет у вас возможность быстренько зарисовать, сделать какую-то схемку. Поэтому запоминайте, как сравниваются дроби. Мы видим, что 3,4 у нас больше, чем 1,4. А почему, если не будет рисунка, как мы можем сравнить эту дроби? Еще раз напоминаю. Дроби с одинаковыми знаменателями наши, поэтому мы обращаем внимание на числитель. Какой числитель больше, 3 или 1? 3. Значит, дробь 3,4 будет больше, чем дробь 1,4. Записываем знак больше. Переходим ко второму пункту. Нам необходимо представить сравнение дробей при помощи моделей дробь 1,7 и 3,7. Изображаем наши модельки. Вот я начертила 7 треугольников. А почему 7? Потому что у нас в дробях был знаменатель 7. Это означает, что эту фигуру я должна была поделить на 7 равных частей. Я разделила на 7 треугольников. Теперь первая дробь 1,7. Она показывает, что нужно раскрасить 1 часть из 7. Вторая дробь 3,7 показывает 3 части раскрашенных, поэтому мы закрашиваем 3 части. Теперь, если мы посмотрим на рисунок, то, конечно же, сразу поймем, какая из этих дробей будет больше. Вы видите, что одна часть меньше, чем 3. Поэтому дробь 1,7 будет меньше, чем 3,7. А еще представим, что рисунка нет. Как же мы тогда должны сравнить дроби? Еще раз я напоминаю. Если дроби с одинаковыми знаменателями, нужно посмотреть на числитель. Здесь у нас единичка, а здесь тройка. Единичка меньше, чем 3. Поэтому дробь 1,7 будет меньше, чем дробь 3,7. Записываем знак меньше. Переходим к третьему заданию. По какому правилу закрашены круги? Дорисуйте следующий круг в каждом ряду, а последовательно запишите дроби, соответствующие закрашенным частям. Перед нами, ребята, пункт 1. И в нем вы видите 6 кругов. Давайте посмотрим, какой последовательности они соответствуют. То есть, для того, чтобы понять, какую же фигурку мы должны добавить. В нашем задании говорится, дорисуйте следующий круг. Первая фигура, ребята, поделена на 2 части. Следующая фигура поделена уже на 3 части. Следующий кружок разделен на 4 части. Следующий кружок уже состоит из 5 частей. Обратите внимание на следующий. Он поделен уже на 6 частей. И следующий на 7. Значит, следующий кружок на сколько частей мы разделим? На 8, правильно. А сколько частей закрашено в каждом кружочке? Одна часть. Поэтому следующей фигуркой в этом ряду, соблюдая последовательность, мы сейчас изобразим круг, который будет состоять из 8 частей, и одна часть у него будет закрашена. Так мы и поступили. А теперь записываем дроби, которые соответствуют закрашенным частям каждого кружочка. Первая дробь, посмотрите внимательно на кружок, у нас раскрашена одна часть из двух, значит одна вторая. Следующий закрашена одна часть из трех, значит одна треть. Я еще раз напоминаю, ребята, одну треть можно прочитать по-разному. Можно сказать одна треть, можно назвать одна третья. Оба варианта будут правильными. Рассмотрим следующий кружок. Четыре части, одна закрашена, значит закрашена одна четвертая. Рассмотрим следующую картинку. На кружочке пять частей и закрашена одна. Получается дробь одна пятая. Догадайтесь, какая дробь будет следующая, если последовательность одна вторая, одна третья, одна четвертая, одна пятая. Правильно, следующая будет одна шестая, так как закрашена одна часть из шести. Следующая дробь будет одна седьмая, она показывает одну закрашенную часть из 7. И последняя дробь, ребята, будет 1 восьмая. Она показывает одну закрашенную часть из 8. А мы переходим к пункту 2 этого же задания. Давайте рассмотрим теперь эти кружочки. Этот кружочек поделен на 8 частей, а второй тоже на 8. И третий, и четвертый, и пятый. Все поделены на 8 частей. Сколько частей раскрашено у первого кружочка? Одна часть, а у второго две, у следующего три, у следующего четыре. Вы чувствуете, каждый раз увеличивается на одну раскрашенную часть. Это говорит о том, ребята, что мы должны с вами дорисовать следующий круг. Значит, каким он будет? Он будет поделен на 8 частей. А сколько частей будет раскрашено? Правильно, 7. Поэтому мы добавляем еще один круг, делим его на 8 частей и раскрашиваем 7. А теперь каждому кругу мы должны добавить, дописать дробь, соответствующую закрашенным частям. Первый круг соответствует у нас 1 восьмой. То есть круг поделен на 8 частей и одна часть закрашена. Второй круг, в нем закрашены две части, он соответствует дроби 2 восьмых. Дальше. Три части закрашены, значит, эти части соответствуют 3 восьмым. Следующая дробь у нас получается 4 восьмых, следующая 5 восьмых, далее идет 6 восьмых и следующая получается 7 восьмых. А наш урок, ребята, подходит к концу. Оставшиеся задания на 68 страничке вы можете выполнить самостоятельно. Надеюсь, вы хорошо поняли тему, как сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. Я хочу напомнить еще раз вам, ребята, эти три простых правила, которые защитят вас от ковида-19. Пожалуйста, соблюдайте их, мойте ручки, надевайте маску и соблюдайте дистанцию, если все-таки вы оказались на улице среди людей. А я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, ребята, до новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о третьем уроке третьего модуля скретч, повороты и движения. Начнем с повторения пройденного материала. Давайте посмотрим. У робота три карточки с фигурами. Робот выполняет алгоритм. Какие карточки получатся у робота после выполнения этого алгоритма? Нужно рассмотреть блок-схему и ответить на этот вопрос. На карточке нарисован круг? Если да, ребята, то мы нарисуем слева треугольник. Если нет, то мы должны нарисовать справа квадрат. Итак, проверим. Правильно. Далее. Теперь выполним задание в рабочей тетради. В записи этого алгоритма есть повторяющиеся команды. Нужно их обвести и написать, сколько раз, ребята, они повторяются. Какая команда повторяется здесь? Повернуть направо на 15, ждать 0,5 секунды. Давайте посчитаем, сколько раз повторяется эта команда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Составим скрипт по этому алгоритму. Что у нас получилось? Повторить шесть раз. В этом цикле у нас повторяется поворот на 15 градусов и ждем 0,5 секунды. Что будет делать спрайт, выполняя эту программу? Он будет, ребята, вращаться, поворачиваться, но стоя на одном месте. Сегодня, ребятки, мы с вами научимся писать скрипты для организации движения спрайтов, то есть перемещения спрайта по сцене. Разберем некоторые проекты с движением спрайта. Посмотрим на этот проект. Итак, как мы видим, здесь спрайт-рыцарь движется слева направо вдоль ворот. Какие команды помогут ему в этом? Установим рыцаря с левой стороны. И для перемещения, ребята, используем команду идти 10 шагов. Но укажем число шагов 300 и проверим, что получается. Спрайт-рыцарь выполняет скрипт и перемещается слева направо. Но это он делает слишком быстро. Нужно замедлить рыцаря. Команда идти 300 шагов перемещает спрайт-рыцаря сразу в конец пути. И давайте отследим его движение. Нужно замедлить его шаги, сделать их короткими. Как же это сделать? Для этого, ребята, мы можем использовать цикл. Спрайт-рыцарь должен сделать много коротких отрезков шагов. И какие команды мы используем для этого? Давайте посмотрим. Мы используем цикл повторить 30 раз идти 10 шагов. 30 умножить на 10 как раз у нас получится 300 шагов. Как объяснить спрайт-рыцарь, что он должен вернуться назад? Спрайт-рыцарь прошел вдоль ворот и должен продолжить движение, то есть развернуться и пойти обратно. На сколько градусов ему нужно повернуться и в какую сторону? Посмотрим, какие команды нам в этом помогут. В этом нам помогут следующие команды. Повернуться направо на 180 градусов или повернуться налево на 180 градусов. Разницы нету. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Рыцарь идет слева направо вдоль ворот, затем разворачивается и идет справа налево. Дело в том, что наш спрайт встает с ног на голову. И почему, ребята? Для этого, ребята, нам нужно выбрать стиль вращения. Посмотрите, как это надо сделать. Задать стиль вращения слева вправо. Теперь посмотрим, что у нас получается. Запустим наш скрипт. Наш спрайт правильно теперь идет по своему пути слева направо и справа налево. Разберем следующую задачу. Здесь рыцарь должен совершить обход замка. Разберемся, как рыцарь перемещается вокруг этого замка. Откуда начинает рыцарь свое движение? Рыцарь начинает свое движение с левого угла. Посмотрите внимательно. Чтобы рыцарь всегда в начале программы стоял на этом месте, используем команду перейти в х-108 и у-120 с левой стороны. Затем, ребятки, рыцарь должен пройти вдоль стены, а длина ее 250 шагов. Как же сделать перемещение постепенным? Для этого мы напишем цикл 25 раз идти 10 шагов. Итак, посмотрим, что же у нас получается. Что же должен сделать рыцарь дальше, чтобы продолжить движение вдоль стены? Какую команду мы используем для организации поворота? Используем команду повернуть налево на 90 градусов и добавим ее к скрипту. Вот какие команды нам нужны, чтобы рыцарь обошел вдоль стены. Итак, проверим, как будет работать наша программа. А теперь, ребятки, перейдем к работе на платформе. Сначала мы должны зайти на платформу. Выполняем блок-схему, запускаем браузер Google Chrome, проверяем, установлена ли английская раскладка на клавиатуре. Если нет, то мы и устанавливаем. Если да, то в адресной строке записываем mars.algoritmica.as, а затем вводим свой логин и пароль. И перейдем к выполнению основных и дополнительных заданий. Давайте с вами сейчас разберем несколько основных заданий. Рассмотрим первое задание на платформе. Посмотрим, как работает проект. По нажатию на зеленый флажок спрайт-космонавт начинает вращаться. А теперь запрограммируем спрайта так, чтобы он вращался. В задании говорится, спрайт-космонавт совершает 40 поворотов направо на 18 градусов. И еще нужно использовать команду ждать 0,1 секунды. Теперь напишем скрипты. Повторяем 40 раз, как сказано в задании. Выбираем вращение 18 градусов и выбираем время ждать. Записываем 0,1. И давайте проверим, задание, как у нас получается. Мы решили правильное задание. Давайте теперь запустим. Итак, наш спрайт вращается по часовой стрелке. Давайте разберем еще одно задание. Перейдем к следующему уровню. Посмотрим. По нажатию на зеленый флажок спрайт-рыцарь идет 300 шагов направо, поворачивается, возвращается назад и опять поворачивается. Запрограммируем движение рыцаря направо. Для этого нам нужно выбрать команду повторить 30 раз и внутри цикла написать идти 10 шагов, чтобы у нас получилось 300 шагов. Потом используем команду повернуть и напишем скрипты для движения обратно. Обязательно нужно выбрать стиль вращения налево-направо. Итак, выбираем стиль вращения. А теперь давайте проверим, что у нас получается. Так, все. Спрайт-рыцарь с левой направо идет и поворачивается, идет обратно. Я думаю, с остальным заданием, ребята, вы справитесь сами. Подведем итоги нашего занятия. Итак, посмотрим. Выбери все скрипты, выполняя которые спрайт, двигается, перемещается по сцене. Как вы думаете, какие здесь ответы будут? Посмотрим, где у нас есть перемещение в этом варианте и в этом варианте. Наш ответ. Два варианта выбираем, ребятки. Оцените, пожалуйста, как прошел наш урок. Спасибо за внимание. До следующей встречи.